Привет, меня зовут Елена. Я проработала в банке 10 лет и уже 5 лет как сижу в декрете. В институте я училась на экономиста. И в институте мы проходили тему инвестирования, но нам там было это преподнесено так, что это для богатых идеалей, вы знаете, что такое существует, но особо не заморачивайтесь этим. И я старалась не забивать этим голову. Но я как-то пришла в Олен аккаунт в инстаграме и стала зачитываться ее постами. Так мне было интересно. И решила для себя, что непременно хочу разобраться в этом. Я прошла Я-инвестор в сентябре 2019 года. О том, что Ольга говорила на занятиях, я уже знала. Но она для меня открыла новый мир. Я не думала, что это доступно для обычных людей. С небольших сумм можно начинать инвестировать. Что у нас было в начале? У нас с мужем ипотека, 2 кредитки, автокредиты, 0 рублей. Живем от зарплаты до зарплаты, постоянно залазя в кредитки. Первое, что мы сделали, это я начала упор на закрытие кредиток. Закрыл свою кредитку, потом с мужем закрыли его кредитку. Потом мы начали играть в игру 52 недели богатства. Тоже прочитала об этом у Ольги. И накопив приличную сумму, мы закрыли ей автокредит. Практически выиграли. Летом у Ольги был марафон по закрытию кредитов. Мне понравилась оттуда мысль о том, что можно как-то себя продвигать. С учетом того, что я сижу в декрете и ничем не занимаюсь, кроме детьми и домом. Мне стало интересно, что же я могу делать. И я написала в инстаграме о том, что могу помочь с получением налоговых вычетов. И ко мне стали обращаться друзья. Я им стала помогать. Они стали рекомендовать меня своим знакомым. И таким образом я смогла себе заработать на ноутбук и принтер. К инвестированию пока мой муж не особо проникся. И инвестирую я одна. Конечно, сидя в декрете и получая всего лишь пособие, особо не разгуляешься. Но я стараюсь ежемесячно хоть сколько-то отложить. Да, это бывают разные суммы. Небольшие там 2-4 тысячи, не больше. Но я делаю это постоянно. Не срываюсь. Стараюсь пополнять свой брокерский счет. Итого, из кредитов, которые у нас были, у нас осталась только ипотека. И на моем брокерском счете 85 тысяч рублей. Конечно, это немного, но поставлены новые цели. И буду стараться для их достижения. Субтитры создавал DimaTorzok